друзья всем привет вы на youtube канале алегрия диагностика недвижимости с ярославом левашовым и владиславом белошейным квартира с тремя спальнями с одной ванной комнатой которая располагается в районе парка европы в котором мы сейчас находимся и мы кстати уже не один обзор делали именно вот в этой организации в этой локации как она называется callos blancos del mar del mar море ты рядом а вот кстати до моря не совсем близко но и все-таки до километра 700 метров нам до ближайшего пляжа застройщик сразу написал del mar когда строила распродавал апартаменты на море пешочком надо дойти дальше застройщик был умный когда называл в урбанизацию но тем не менее вот это был оцениваешь инфраструктуру этого района я хочу сказать что здесь целом все очень хорошо рядом располагается магазин консум или консум без разницы парк в котором мы находимся то есть это свидетельство о том что здесь можно провести время с детьми и также выгулять своего домашнего питомца и есть корт что это баскетбольный футбольный том числе ну и вследствие всего того что мы проговорили за инфраструктуру моя оценка 9 ну из уважения к тебе моя оценка 8 а какое из зданий да вот кстати сама урбанизация а вот это блок 4 куда мы собственно с тобой направлен 4 звучит так себе выглядит лучше чем блок 4 и как твоя оценка здания строительства внешности 7 но ты знаешь я с тобой соглашусь потому что я думаю ты поставишь 8 это здание не выглядит уставшим потому что есть здание ты подходишь к ним и сразу понимаешь что ты купишь а потом придется вкладываться вместе с другими жильцами я просто сам в такой истории участвовал поэтому это было обидно здесь я думаю еще лет 5-7 ремонт может даже и здесь так что пускай 7 здесь мне нравится сразу что за дверью вот решетка до кованая решетка за ней пальмы парк то есть это не улица это не трасса это вот прям курорт то есть как бы ровно были отеля если вы не почтовые ящики слева можно было подумать что это именно отель а по ящикам у нас традиционное наше расследование да по фамилиям примерно понимаем кто живет а живет вот и живет харченко здесь вот фамилия маркин почем маргарита юста это курорт на самом деле здесь могут быть люди ролин кархель любых национальностей но большей частью испанцы у нас есть территория и позже мы вернемся к стоимости обслуживания этой территории сколько она стоит за то чтобы все это содержать ежемесячно до оплачивать но бассейн могу сразу сказать не много не мало 40 евро в месяц 40 евро в месяц ну за 40 евро вместе бассейн собственно смотри у тебя бассейн маленький для малышей да есть поглубже побольше ну и в общем то здесь есть какая-то территория есть зона отдыха смотреть зелень и не искусственная натуральная трава сюда да так ну вот мы на третьем этаже четвертый привычный нам привычный нам и ты знаешь что мне сразу нравится то что бассейн тот самый замечательный остался где-то по воде если так уверенно направился я сначала хотел сказать что есть квартира напротив лифта не хотелось бы и есть квартира которая выходит на бассейн зимой хотелось бы красиво а вот в этом не очень вот у меня есть такое ощущение значит как будто я турист так как квартир есть лицензия туристическая представь себе что я арендовал эту квартиру вот я думаю сразу все впечатления которые я вижу в этом бассейн да вот там видишь душ хороший душ то есть курортное настроение но сразу поднимается но все-таки я турист и я осматриваю объект недвижимости дверь классическая испанская деревянная у нас начинается слова добротная ну развязать два куча рассказывает это чтоб побесить почти прекрасный апартамент так как ты бросил внимание так сказать прихожей какой то здесь нет нас на прихожей как нужно говорить какая никакая такая никакого два слова добротная и какая-никакая какая-никакая прихожая забродная дверь сегодня во дворе прочие мышь есть и много этих слов проходи направо какая никакая спальня значит мне тяжело оценивать объект с точки зрения возможного владельца пока так как под слово туризм меня не отпускает я все-таки начинаю думать вот как будто я был бы туристом и вот какая никакая спальня имеет вид прямой на стену но слева у нас там открытое пространство напротив нет окошек какие-то символические может быть этого санузлы дачи это и я тебе скажу честно вот когда я арендую квартиры большая компания тут все-таки три спальни и большая компания я всегда точно знаю что вот в такую комнату я забегу и скажу это моя комната я здесь ребят все я здесь и все не против потому что может быть там что-то дороже луги не очень любят нет просто просто потому что это своя комната потому что тебе начали шанс остаться на диване в гостиной и мимо тебя все будут шастать я видел что там то есть колорит и называешь это я называю это вполне комнаты но для одного человека но это же туристическая квартира но здесь не поспоришь но если это даже квартира не туристическая ну кабинет чем плохо кабинет чулан или на какой-нибудь самая прихожая добротная добротные так вот такие вот весельки как бы отделяет немного кухню от главного входа кухня есть ее не может не быть до варочная панель духовка есть это вытяжка ежевать есть слушай наверное все есть потому что потому что когда ты на букинге сдаешь свой объект ты должен ставить галочки если у тебя вытяжка есть у тебя духовка то есть вид сидишь и расставляешь галочки поэтому есть смысл даже для этого когда шел по дороге семена прихватил в утюг это называется обстановка уже пришли пойдемте ну вот же еще одна спальня скажет кто-то я скажу кладовка но точно не добротная спальня но смотри ведь тот же самый что из добротной спальни даже немножко ближе к пространству и если откинуть шутки сторону то эта стеночка то она символическая если кому-то кухня маловато это можно убрать просто есть люди которые не понимают испанский быт вот в виде стиральной машины виде бойлера здесь шкафчика для средств хотя мне кажется это очень удобная комнатка и она дает какой-то свет для кухни но можно сделать прям кухню с окном если кто-то хочет так что обеденная зона есть галочка в rnb на букинге она зафиксировалась гостиная и имеется телевизора кстати нет ну как всегда от алигрей в подарок от алигрей в подарок раскладной да или нет раздвижной раздвижной потому что я понимаю что эта квартира она же тоже имеет какой-то определенную цифру по количеству людей которые могут ночевать это же указывается и безусловно 3 спальни так то соответственно предусматривает хотя бы минимум по два человека на спальню в ту один но можно написать два и рожал 6 есть два маленьких шесть и сюда еще и в гостин еще 8 человек в эту квартиру теоретически вот мне кажется так в этой квартире и бывало возвращаясь к отделке квартиры вот эти вот моменты они это хозяин этой квартиры просто устал от того что 8 человек тут носили свои чемоданы все это задевали смотри и сделал такие практичные уголки и вообще все здесь обезопасить уголки вы мне напоминает интерьера недорогой гостиниц и вот ты представляешь то есть у нас получается еще две спальни здесь раз и два и предположим там четыре человека а все это мы заселили 8 до и вот здесь вот еще еще три человека бегают и там еще ярославский в этой комнате соответственно тут надо как-то что какая-то была изоляция и здесь вот вот здесь висюльки повесили вот те был логичнее еще лучше дверь но суть потому что есть штанга сверху возможно эти весельки раньше висели то это турник так мы идем дальше и санузел один на всех на всех восьмерых ты до сих пор представляешь а я начинаю случаться уже сколько можно сидеть пойдем посмотрим где начать будут еще два человека как минимум они будут ночевать именно в этой спальне я тебе хочу сказать что мне вот как это не может быть странно звучит нравится этот вид потому что смотри маленькие домики и невысокие крыши черепица и есть какая-то панорама даже никакая никакая не добротная окно не варома все окна они в я уже заметил вот то есть когда заходишь в квартиру сразу смотришь немножко такой поверхностным взглядом куда что где и как и ты видишь все комнаты светлые и ты везде видишь вид на небо многие зрители смеются что такое вид на небо на небо это мне нравится после вот с каждым годом жизни в тренинг все больше нравится ведь на даже если так вот лишь например так вот так вот из и солнце вот во второй плане дня на этой части кровати да прям ты прямо сейчас для и прям ли его фотография вот чем хороша ванная комната тем что все что тут ремонтировать если ты делаешь правильный ремонт означает тут потолок прокрашивает остальное у тебя остается плитка у тебя есть нормальное окно и что немаловажно здесь видишь нет многочисленных дырок от пересверленных фурнитуры потому что деревянное все она просто не ржавеет за счет этого ты человек который занимался сдачи этой квартиры в аренду а я прямо вижу точно что хозяин делал небольшую реновацию не для жизни здесь а для того чтобы давать клиентам во первых что было не убиваем и во вторых чтобы не старело вот соответственно у нас здесь один раз поставил так деревянное все остальное все керамика плитка потолок перемазал раз пять лет все если думаешь что досмотрел абсолютно для аренды прекрасный вариант и даже вода не отключена но это видимо мастер bedroom очень видимо просто дело в том что вот это вот конструкция поэтому если семейная пара не не очень любят друг друга так но с обстановкой здесь все понятно давай посмотрим что у нас видно из окна все-таки основная спальня мастер bedroom окошки простенькие но все-таки это стеклопакет до 2000 до года до 2000 год по сути 20000 ну на самом деле эти окна по крайней мере можно не менять и все-таки это вид на море вот посмотри как ни крути какой-никакой но это вид на море и очень даже добротный добротный и когда ты размещаешь объявление на airbnb до или на букинге ты не ставишь прямой вид на море галочку слушай но когда ты выходишь смотреть на балкон и смотришь ли спальни сравниваешь вид то здесь все-таки стена на немножко перекрывает вид на море сложность когда вот тут будет столик когда люди будут вечером наливать вино или пиво вот правильно сесть сюда здесь потому что у тебя будет ведь на море и фоточки для инстаграма тоже будут вот оттуда то с парковка здесь в этой квартире парк как раз такие парковочные места это вот все принадлежат принадлежат всем я хотел сказать если ты хочешь сказать мне ты хочешь продать мне вот этой одной из мест на который мы запарковали когда приехали сюда и тоже обычные муниципальные парковочки это парковка как бы она присоединена вот к этому комплексу но не сюда может каждый доехать конечно поставить машину никому никто никому за это не скажет. У квартиры есть парковочное место, но по сути оно общее. Справедливости ради. Для галочки ты можешь это поставить. Да, и есть парковочный место. Бесплатная парковка на airbnb или на booking. Совершенно верно. Влад, а что ты скажешь по планировке? Какую оценку поставишь этой квартире? Она не будет высокой. И я думаю, что объективная оценка за эту планировку шесть. Почему? Потому что спальня, точнее вход в квартиру, который не имеет прихожей, сразу мы заходим направо в спальню, которую называют спальней, но мне ее реально сложно назвать спальней. По мне так это что-то типа как раз-таки той гардеробной, которую не предусмотрел застройщик, ну или какой-то личный кабинет и очень-очень маленький. Три спальни, как они заявляли, но всего лишь один санузел. Поэтому планировка здесь, ну надо было что-то либо убрать это и превратить это в гардероб, либо добавить второй санузел. Я с тобой соглашусь по поводу санузла. Это действительно важно. Второй санузел был бы очень важен, причем он мог быть совсем маленький, примерно по объему. Вот здесь можно сделать большой санузел или большую кладовку, но если ты помнишь в самом начале, я именно здесь расположился как турист и именно здесь я бы расположился как глава семьи, которая работает из дома. А где меня еще посадит вся моя семья многочисленная? Вот именно туда скажут, поставь там столик, сиди там спокойно. Вот тебе кухня, вот тебе холодильник через стенку. То есть ты пытаешься в защиту? Ты знаешь, просто у меня это не 6 баллов, это 7. Серьезно? Да, это 7 баллов. Самое время задать вопрос тебе, как ты оцениваешь ремонт? Скажу так, я поставлю за ремонт 7. Смело. И почему смело, я также поясню. Плитка и потолок в отличном состоянии. Так как эта квартира сдавалась, то есть она имеет туристическую лицензию, она была под сдачу, совершенно верно, что здесь будет какой-то однозначный трэш со стенками, которые нужно перекрасить. Но плитка не имеет никаких сколов, она целая во всей квартире. Потолок тоже в нормальном состоянии. Без дырок? Без дырок, да. Но я поставлю 6, потому что в целом этот ремонт либо переделывать полностью, прям капитально, то есть включая вот эту добротную плитку, либо делать действительно косметику, тогда можно поднять до 7. Ну там больше уже нет, потому что это уже начинается уровень ремонта для себя. Здесь ремонт не для себя, но он, опять это неприятное слово, добротный, но это чтобы сдавать, отлично. То есть ты пришел сюда, у тебя нет негатива. Я скажу честно, я в своей жизни не раз останавливался в разных квартирах по Airbnb, путешествия по Европе, и я совершенно разные квартиры попадал. Иногда квартиры были такие, в которых прямо хочется остаться. А сколько раз было, что повелся на фотки, а приехал, а там абсолютно... Знаешь, где-то 50 на 50. И вот самые убитые квартиры попадались, знаешь где мне, во Франции. А самые классные квартиры, в которой прямо вот приезжаешь и... Доревель. Нет, в Литве, в Вильнюсе, в Каунасе. Я останавливался в таких квартирах, что мне кажется, я попал к кому-то домой. И вот в этой квартире я не чувствую, что я попал к кому-то домой. Это такой вот вот уровень американского мотеля. Поэтому моя оценка 6. Ну, я думаю, самое время поговорить о оценке обстановки. Пишем, да? Я считаю, что твердая пятерка. Как ты считаешь? Ну, на пятерку тянет. Слушай, у меня вопрос традиционный, по ликвидности. Как ты оцениваешь по десятибалльной шкале ликвидность этой квартиры? Ну, пускай это будет 8. Объясню, почему. Триспаль не заявлено. Мы сами с тобой расставляли сегодня галочки, которые будут очень хороши на Airbnb, на Booking. И так как стоимость объекта 105 тысяч евро, из него можно выжать достаточно много. Есть. А сколько можно получить? Ежемесячно с этой квартиры. Скажем так, если ее сдавать, опять же, при наличии туристической лицензии, ее сдавать посуточно, то в неделю она будет приносить где-то ориентировочно 650-700 евро. В сезон? В сезон, да. А не, в сезон будет вот как сейчас стоять пустой? Нет. 500 евро в месяц вообще гарантированно железно, а при желании, если ее немного причесать, наверное, даже 600. Высокая оценка 8. Ну, если бы вот здесь была бы баня, а по виду внешнего похожа, я поставил бы тоже 8. А так пускай будет 7. Конечно же, при обсуждении с жильцами этой урбанизации, можно сделать здесь и баню, и поставить бильярдный стол. На самом деле, это помещение служит для того, чтобы сотрудники коммуникации оставляли здесь свои принадлежности. Но все есть в округе. Я рад, что ощущение депрессии тебя покинуло после того, как ты вышел из квартиры. Да. Друзья, это была рубрика «Диагностика недвижимости» с Ярославом Левашовым. Мы встречаемся с вами по четвергам и увидимся в какой-то из четвергов. Безусловно. Какой-никакой. Ну или добротный. Добротный. Спасибо. Олег Вес, твои наши мечты. Пока. Меня терзают смутные сомнения. В углу табурет, в шкафу веревка, здесь турник. А если вам не понравилась эта квартира, но вы ее уже купили, или вы прямо здесь поссорились с любимым человеком, и нет никакого выхода, то есть все необходимое. Олег Вес, строим вашу мечту. Да. Вес, строим вашу мечту. Олег Вес. П limb pitching. С Ari.